Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебедюнака. В кадре сахарница. Очень красивая сахарница с богатой отводкой золотом, с люстровым покрытием. Это сахарница Минского фарфорово-паянсового завода Клеймо до 1981 года. Это был сервиз. Мама моя привозила этот сервиз из города Гродно, из Белоруссии. Он был полный, этот сервиз, и осталась лишь одна сахарница. Нам он очень нравился. Почему-то в те годы именно моя мама ценила перламутр. Она говорила, сервиз перламутровый. И сегодня мы с вами посмотрим новиночку Алены из Минусинска. Она приобрела сервиз Минского фарфорово-паянсового завода. А в кадре сложившаяся небольшая коллекция статуэток. Они все практически современные. Это статуэтки по профессиям. Вы видите в кадре бычка. Это такой гусь, акушер-гинеколог. Смотрите, он хочет исследовать яйцо. У него в руках стетоскоп. И он прицельно изучает это яйцо. Наверное, хочет посмотреть, цыпленок будет женского рода или мужского. Вот этого бычка-доктора я покупала в год быка. Посмотрите, какой славный доктор. Ну, а вчера мне подарили двух славных гусиков. Это такая эксклюзивная коллекция. Ее выпускали, предположительно, итальянцы, как мне сказали. Ну, в остатках еще два экземпляра. Это полицейский и это такой вот музыкант. Посмотрите, какая славная формируется у меня коллекция. Балерины – это тоже профессия. Это старенькая статуэточка косли. Кто-то говорит косли, кто-то косли. Я думаю, не принципиально, потому что можно говорить так и так. Так, балерины в кадре. Одна балерина там поодаль стоит. Нежная, красивая, тонкая, звонкая и прозрачная балерина. Ну и такой мотоциклист. Мы не знаем, любитель он или профессионал. Будем считать, что профессионал. Бутылочка вина в подарок. Буду собирать вино. Посмотрите, какая медаль. Написано «Крым». И я вот хочу собрать несколько интересных каких-то бутылок в свою коллекцию. Ну и давайте же вернемся к Минскому фарфоровому заводу. Сначала мы посмотрим обзор сервиза Алены. Добрый вечер. Приветствую всех любителей советского фарфора. Сегодня я делюсь с вами радостью от приобретения чайного сервиза Минского фарфорового завода. Вот посмотрите на клеймо красного цвета и знак качества. Сервиз белоснежного цвета и украшен вот таким прекрасным орнаментом в сдержанной цветовой гамме бежевато-зеленоватых оттенков. Дополнено, конечно, золотом. Вы знаете, я очень довольна приобретением. Я уже пробовала заваривать чай в этом замечательном заварочном чайнике. И могу сказать, что это очень удобно. Вот сейчас я вам покажу его со всех сторон. Здесь тоже золотая отводка. А также со всех сторон. Вот он вот так замечательно расписан. Вот такое блюдце чудесное. Все это украшено ручной росписью. Ну и сахарница. Просто чудесная. Которая тоже со всех сторон украшена белорусскими народными мотивами. Я очень люблю вот такой орнаментальный рисунок и эту цветовую гамму, которая идеально подходит моей кухне. Я вообще люблю все в оттенках бежевого цвета. В этот сервиз входило 6 чайных пар, чайник и сахарница. Уважаемые подписчики, поделитесь, у кого тоже дома есть изделия Минского фарфорового завода. Это очень интересно мне будет послушать, потому что я лично очень рада и довольна. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Мы видим с вами клеймо Минского фарфорово-фаянцевого завода по годам, а также статуэтки. Жалейка, автор Пермяк. Кофейный сервиз «Золотая осень», 70-80-е годы. Тарелка «Настенная зимний пейзаж», 1995 год. Большой заварной чайник, 60-е годы. Скульптура «Девушка, собирающая грибы», 57-65 год. Фаянс «Роспись». Скульптура «Царевна лягушка», 68-83 год. Ковришкин. Скульптура «Медведи», 51-61 год. Огромное спасибо Алене за ее ролик. Девочка и гусь. Совы, ваза Совы. Кто видел такую прелесть? Если у кого-то есть, обязательно пишите. И напишите, если кто-то знает, как называется Аленин сервиз. Часто меня спрашивают об этом каталоге. Смотрите, каталог «Советский коллекционный фарфор». Вот так он выглядит. Санкт-Петербург, 2019 год. То есть это современное издание, его можно заказать. Основан этот завод в 1883 году предпринимателем по фамилии Поляк. Производились декоративные изразцы и бытовые керамические изделия. Во время Великой Отечественной войны завод же был под оккупацией, и после войны его пришлось восстанавливать этот завод. С 1951 года он стал называться «Минский фарфорово-фаянсовый завод». Посмотрим каталог. Статуэтки довольно редкие и очень-очень дорогие. Обратите внимание на цену в долларах. Я не встречала в наших антикварных лавках подобные статуэтки. Это редкость, и купить их очень непросто. Я встречала лишь вот эту снегурочку. Как раз вчера в магазине «Густо» я увидела сахарницу Минского фарфорово-фаянсового завода. Она была без крышечки. В самом конце ролика я сделаю небольшое включение из этого магазина, и вы посмотрите. Дорогие зрители, пишите ваши комментарии, есть ли у кого-то дома фарфор Минского завода. Будет очень-очень интересно. Если кто-то знает, как называется сервиз Алены, то тоже, пожалуйста, напишите. До встречи. Пока-пока. Ну и вот та самая сахарница из комиссионного. В такой же форме, как моя дома. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok